Добро пожаловать на канал Harddress.info Перед нами находится телефон Samsung Galaxy A03 И сейчас мы разберемся Какие топовые фишки есть на данном устройстве Итак, для начала мы переходим в настройки После чего мы можем перейти в режимы и сценарии И здесь есть куча режимов, которые могут ограничить работу телефона Для того, чтобы вы не отвлекались на работе Во время отдыха, во время тренировок, либо во время сна Можно задать любой из этих параметров Тут либо период времени, либо определенном месте То есть это можно будет настроить через Google Карты, либо в период времени тоже настроить период времени Готово, нажимаем далее Потом, чтобы входить в этот режим, нажимаем далее Энергосбережение, уровень громкости Готово И можно отменить это все дело Автоматическое включение Можно выключить, нажать готово И таким образом вы отмените любой из этих режимов Если мы пойдем дальше То можно перейти в дополнительные функции И здесь у нас есть Labs То есть такие вот экспериментальные функции Которые еще как бы не факт, что будут в телефонах Но разработчики вот пробуют Итак, первое, что можно попробовать Это режим разделения экрана То есть будем Включаем и следуем указаниям Просто двумя пальцами делаю Свайп вверх Потом можно выбрать Какое-то из приложений И например Сейчас у нас видна строка состояния Но если мы включим полный экран В режиме разделения экрана То это строки состояния видно уже не будет Также можно включить режим Нескольких окон для всех приложений Чтобы даже те приложения Которые недоступны в данном режиме пока что Тоже так работали Хотя не всегда они будут работать Так хорошо, как хотелось бы И также можно включить режим Всплывающего окна Переведем, например Наши настройки Вот режим всплывающего окна И делаем Вот свайп справа в верхнем углу А в центр Таким образом у нас появляется Вот такое вот плавающее окно Которое мы потом можем Уже удалить Расширить Либо превратить в два окна Дальше Боковая клавиша Можно включить двойное нажатие И настроить его Либо на быстрый запуск камеры Либо на открытие Любого из приложений Также есть функция Двойного профиля для приложений Тот же клон Который можно включить Например для фейсбука Установить И таким образом вы сможете использовать Фейсбук И пользоваться двумя учетными записями Сразу То есть Это два приложения Два фейсбука Которые никак друг от друга не зависят Такое ощущение Что вы пользуетесь Ими на разных телефонах Потому что Здесь Допустим Какие-то действия совершаются Но при этом Они никак не отображаются На копии Единственный минус Копия занимает Столько же место Сколько оригинальное приложение Для того Чтобы убрать Клон Вам нужно Зайти Снова В двойной профиль приложений Нажать на кнопку Фейсбука И удалить Также Вы можете перейти В обслуживание Устройства И здесь у нас есть Возможность Оптимизации Нашего телефона Также есть возможность В батарее В энергосбережении Нажать Ограничение приложения И экрана И включить данный режим Таким образом Мы сможем включить Режим Ультра Энергосбережения Для нашего устройства Для того Чтобы с него выйти Нужно нажать На три точки В правом верхнем углу И нажать Выключение Режима Энергосбережения Либо мы можем Перейти в настройки Обслуживание Устройства Память И здесь у нас есть Фишка Очистки Нашего устройства Мы можем Его ускорить Очистив Оперативную память Это первое А второе Мы можем Расширить Нашу оперативную память Либо на 2 Либо на 4 гигабайта С помощью внутреннего Хранилища Нашего устройства Но При этом Если вы хотите Чтобы какие-то изменения Пришли в силу Нужно будет Перезагрузить Ваше устройство Так же На данном устройстве Есть Детский режим Для того чтобы Включить Мы переходим В панель управления Нажимаем на кнопку Kids Нажимаем продолжить Продолжить Разрешить И здесь Вы сможете Установить Различные Приложения И телефон Будет Взаимодействовать С нашим Телефоном С нашим Ребенком Также можно Нажать на 3 точки Изменить Обои Изменить Цвет Обоев Можно в моей Галерее Но здесь Появляется Удомление Что только родители Могут Помочь В этом Родительский Контроль Изменить Главный Экран Настройки Все это Доступно Только через Введение Графического Ключа Вашего Телефона Также Можно Сбросить Настройки Samsung Kids Либо Можно Закрыть Samsung Kids Но тоже С помощью Графического Ключа И последняя Фишка Это Доступ К микрофону Если вы боитесь Что вас Кто-то Может Прослушивать Вы спокойно Можете Выключить Доступ К микрофону Тогда Не то Что кому-то Другому Даже вам Не удастся Воспользоваться Какими-то Функциями Вашего Телефона В которых Нужно будет И пользоваться Микрофоном Например Диктофон Либо Голосовой Фод Вам будет Недоступен Пока Вы не Включите Обратно Доступ К микрофону На этом Все Спасибо За просмотр Подписывайтесь На наш канал И ставьте лайки До скорых Встреч